Совершаю тему недвижимости. Вот поступила интересная новость из Тверской области, в общем-то, по соседству с Псковым, на полпути, можно сказать. В городе Ржеве, небезызвестном, жителям трёхподъездного панельного дома пришло прямое указание из мэрии разобрать их неподлежащую ремонту пятиэтажку. Ну, видимо, не знаю, отбойными молотками и кирками вооружиться. Вообще, вот на таком низовом муниципальном уровне, возможно, не знаю, обращениями к местной власти как-то, не знаю, отстоять свои права, либо же здесь, ну, сразу включать какой-то, отправлять в Москву какие-то жалобы, не знаю. Как вот простым людям в маленьком небольшом городе, у нас просто, да, Лев Шлозбек, знакомиться с документами в данный момент. Да, я уже прочитал обе документы и личное письмо сопроводительное и требование о сносе многоквартирного дома, прижданного аварийным и подлежащим сносу. Это же абсурд. Да, это абсурд. Означает то, что администрация города Ржева утратила берега и только, я думаю, что только суд может поставить здесь точку. Но вот тем уважаемым гражданам на улице Т. Филиппова, дом 63, которые получили это кошмарное письмо, необходимо, во-первых, сегодня же обратиться в прокуратуру города Ржева или Ржевского района, в зависимости от структуры органов прокурорского надзора, с тем, чтобы она дала оценку этому документу и, учитывая, что прокуратура имеет право как надзорный орган обращаться, в том числе в суд, в интересах неограниченного круга лиц, просить прокуратуру выступить в защиту их прав, потому что совершенно очевидно, что при отсутствии программы переселения людей из ветхого жилья, к слову, о московских сотнях миллиардов рублей и здесь отсутствии, я так понимаю, в администрации денег, чтобы расселить стандартную пятиэтажку, это документы нашей эпохи. Я, конечно, не могу предугадать действия прокуратуры, но я очень удивлюсь, если прокуратура признает эти письма и требования соответствующим законодательству России. Ну да, потому что совсем какая-то вопиющая история, хотя, ну, действительно же, уровень, что называется, срочности от надзорных органов с местными властями, как правило, таков, что ожидать каких-то решений в пользу жителей не приходится. Ну, зачастую, не знаю, как это, в Тверской области реализован.